Так, я, если позволите, хочу сейчас зачитать опрос, который мы в телеграм-канале сегодня даем, чтобы люди смогли проголосовать. Друзья, значит, что мы сегодня спрашиваем? Тема, конечно, такая сложная, потому что сколько, больше недели, наверное, да, уже вот опять как Россия возобновила массовые, массовые ракетные удары по Украине. В первую очередь бьют по энергоинфраструктуре украинской и надо сказать, что бьют достаточно эффективно, потому что очень много ракет, применяют даже цирконы. А прозвучит так. Чего оккупанты добиваются массированными обстрелами энергоинфраструктуры? Первый вариант. Пытаются вынудить Украину прекратить атаки на НПЗ, имеется в виду на русские НПЗ. Они хотят ослабить украинскую промышленность и снизить доходы в бюджет. Продолжают политику террора, чтобы запугать население или им не нужен повод, чтобы вредить украинцам? Голосуйте, пожалуйста, и выбирайте ваш вариант ответа. Мы эту тему тоже с Савиком обсудим, да, под финал программы. А я бы хотела, знаете, что вот сказать. Александр Сырский, украинский главнокомандующий, дал интервью, первое большое интервью после вступления в должность, несколько интересных тезисов. Вот в том числе, какие из них хочу, Савик, обсудить. Александр Сырский прокомментировал постоянные слухи, постоянные какие-то заявления. Но это вот в разном виде звучит и непонятно, то ли это ИПСО русское, то ли действительно так и есть. По поводу того, что россияне хотят окружать Харьков и попытаются опять захватить город. Вот что сказал Александр Сырский. Если оккупанты снова двинутся на Харьков, он станет для них фатальным городом. Мы не можем игнорировать какую-либо информацию о подготовке врага к наступательным действиям, поэтому принимаем все меры для адекватного реагирования на такую возможность. На сегодняшний день проводим большой комплекс работ по фортификационному обустройству территории и позиций. Устанавливаем комплексную систему заграждений, проводим планирование применения наших войск в случае таких действий, сказал Александр Сырский. Вы следите за тем, что происходит, Савик, сейчас на фронте? Да, конечно, конечно, конечно. Конечно, безусловно. Ну, слава богу, что начали сооружать заграждения, потому что пора, и я надеюсь, что это не слишком поздно. Это я цитирую журнал «Экономис», который сегодня посвящает как раз этому статью. Что касается самого Карькова, вы знаете, я как-то, вот я отношусь к этому очень скептически, потому что Харьков, вот как мы уже и в прошлый раз говорили, да, и батальон, и корпус, они харьковчанам многим обязаны. И я думаю, что они встанут на его защиту вместе с украинскими войсками. А второе, вы понимаете, Харьков очень сильно изменился, то есть если Харьков был городом, ну, скажем, русской культуры, да, и университет, и все, да, это был город, все же это знаковый город Харьков, да, то сейчас город Харьков, он абсолютно-абсолютно-абсолютно украинский. То есть я думаю, что Харьков, он охренел от того, что с ним пытались сделать эти русские террористы, ну, бандиты, ну, вот что они пытались с ним сделать? Они пытались его стереть с лица земли. Значит, они еще раз такую попытку предпримали? Ну, вы знаете, все в жизни возможно, потому что у них есть средства, они могут это сделать, но я думаю, что, не знаю, я думаю, что, во-первых, харьковчане выстоят, я думаю, во-вторых, украинские вооруженные силы выстоят, и я думаю, что и вот эти вот батальоны, и дивизии, и корпуса российские, партизанские, они тоже помогут. С другой стороны, ну, знаете, это может быть отвлекающий маневр. Вы же помните, да, как в прошлом году там Владимир Зеленский говорил, что будет вот контрнаступление, оно будет, и все ожидали, что это пойдет там туда, к Токмаку, и так далее, и так далее. Да, ну, и вот, ну, а здесь может быть абсолютно обманный маневр тоже, да, вот мы пойдем на Харьков, и пойдут они совсем не на Харьков, пойдут они совсем другое, по другому направлению. Я бы так, я... В продолжении того, что вы говорите, я скажу, что, значит, это заявил советник мэра Мариуполя о том, что впечатление такое, что россияне готовятся к наступлению в Запорожской области Андрющенко. Он рассказал подробно о масштабах переброски техники оккупантов через Мариуполь, и вот он уже не первое заявление такое делает, оно прямо в процессе, он по дням рассказывает, что там происходит. Ну, слушайте, вот если мы возьмем сегодняшнюю российскую армию, которая находится на территории Украины, плюс которая находится на территории России, но близко к границе, которая осуществляет логистику, да, вот, да, этого недостаточно. То есть, ну, этого просто недостаточно. Ни Запорожская, ни Харьковская, этого просто недостаточно. Значит, да, они могут, могут, в любой момент, им для этого не нужен никакой повод. Вот если кто-то связывает крокус мобилизации, я считаю это неправильно, потому что они могут провести мобилизацию в любой момент, да, но дело в том, что как кто-то из военных экспертов сказал, я уже боюсь ошибиться, но когда он услышит, он поймет, что это он, что им надо 300 тысяч человек, чтобы разминировать, да, вот то, что заминировано, да, вот те поля, которые заминированы для подхода к тому же Запорожью или Харькову, и 300 тысяч человек, чтобы пойти вот в эту мясорубку. Ну, а откуда они возьмут 600 тысяч, что, ну, что они им в руки дадут? У них же, ну, что они им дадут в руки? Я, я как-то вот, я думаю, что российское наступление будет, реально будет, оно, оно, оно им нужно, но я не верю в его положительный исход в данный момент. Понимаете, потому что для того, чтобы им захватить Украину, к чему они стремятся, им нужно, ну, людей, ну, там, я не знаю, больше миллиона, да, реально, на поле боя. Ну, я не вижу в этом никакой возможности, я просто сейчас не вижу, потому что им нечего давать руки людям, понимаете, у них нет оружия, у них нету ничего современного, у них нету, понимаете, у них кроме, 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 я не знаю, кроме какой-то ярости и злости, при этом очень ограниченный, потому что я вот, 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 не думаю, что все там садисты, несмотря на то, что они, понимаете, возвышают садизм на уровень геройства, То есть, да, вот я возвращаюсь к Рокус-Сити, вот они показали пытки этих четверых таджиков, которые взяли, отрезали ухо, заставили съесть, гениталием подключили электрошок, ну, в общем, одного вообще отправили на тот свет по-настоящему. Да, это вот возвышение садизма. Вот, да, вот они государственное возвышение садизма. Тот, кто садист, он будет награжден, а тот, кто не садист, он будет наказан. Ну, я думаю, это не сыграет. Я думаю, я, то есть, я надеюсь тоже, да, но я думаю, это не сыграет. Поэтому, да, я думаю, что да, будет российское наступление, да, будет обязательно. Я не думаю, что оно увенчается успехом никаким образом, потому что я думаю, что ВСУ выстоит. Я, вот, я в этом уверен. Другой вопрос, сможет ли перейти в контрнаступление украинской армии. Ну, в данный момент я должен сказать, что нет, потому что нету, нету тоже чем. Запад, как мы видим, да, то есть, вот они миллион, они собирают этих ракет. В этом же интервью Александр Сырский подробно рассказал о западной помощи и о том, сколько чего не хватает. И, в принципе, он сказал, не претензия, а констатация факта, рассказав, на каких направлениях фронта не удалось достичь задуманного из-за задержки помощи Запада. Ну, объективные вещи, которые подробно в этом интервью, кстати, расписаны. Да, это совершенно, абсолютно, да, он совершенно прав, Александр Сырский, да, совершенно прав. Просто мы до конца не понимаем вот причины. Кое-что мы понимаем, а кое-чего мы не понимаем. То есть, мы понимаем, что есть финансовые проблемы. Они есть, они всегда были. А есть проблемы темпов производства, потому что ВПК в Европе затормозилось после 91-го года, да, потому что вот, как писал Фукуяма, да, конец истории и демократия восторжевствовала. Да, как потом оказалось, это не совсем так. Есть, конечно же, какая-то пятая российская колонна, которая работает на уровне там европейской политики, которая все там пытается тормозить так или иначе, да. Ну, вот, там, скажем, я не хочу уже Виктора Орбана, потому что уже надоело его называть, да, но он не единственный, несомненно. И вот причины, почему Европа не понимает вот той угрозы, перед которой она сама стоит сегодня, да, для меня это вот большой вопрос и большая загадка. Я вам говорил до эфира, Лесе, я пытался связываться с некоторыми европейскими парламентариями, которых я просто знаю, да, и я задавал им вопрос, каким образом вы можете считать Путина легальным президентом. Да, вы не признаете Крым, вы не признаете четыре области, которые аннексированы, то есть оккупированы и аннексированы, да, и ради них изменена конституция, да, вы это все не признаете, а Путина вы признаете. Это нонсенс, просто вы сами, вы создаете нонсенс, вы не можете признавать его, вот просто вот не можете, там, ты получаешь ответы, знаете, такие, очень такие, такие, обтекаемые, да, что, ну, нам же нужен канал общения, да, мы же должны как-то общаться, потому что, а потом черт знает, что произойдет, и все будет непредвидено, а без канала общения мы, вот, ну, вот, мы, вот, 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 мы безоружны, ну, там, я в кавычках говорю, ну, вот такое дело, да, то есть это, это Сырский совершенно прав, Европа, Европа очень, очень, очень не права, Европа, с моей точки зрения, ставит под угрозу саму себя, да, под серьезную угрозу, да, не мгновенно, а через несколько лет, может быть, там, да, там, не знаю, к шестому году очередного срока Путина, да, который продлится еще на шесть лет, если он выживет, то, ну, в общем, европейское поведение мне не совсем понятно, да, но мы должны понимать еще одну такую вещь, да, вот, я тут разговаривал с разными финансовыми экспертами, понимаете, вот, на чем держалась экономика Европы, да, мы знаем, это не, то есть это ничего нового, что мотором экономики Европейского Союза была Германия, да, то есть это ясно, за счет чего она была мотором, за счет того, что она получала дешевое сырье и дорого продавала свой продукт, да, вот это была, вот это был мотор, да, и он держал, он держал, он спас Грецию, как вы помните, да, от финансового коллапса, вот Германия, а сейчас все полностью изменилось, то есть дешевого сырья нет, Германия менее конкурентно способна, чем она была, у нее тоже есть экономические проблемы, ну, не так там, скажем, как, там, скажем, в других странах Европейского Союза, да, но все равно они есть, и безработица, она растет, и, в общем-то, это тоже одна из причин, почему Европа так медленно и так неуверенно, да, идет вот по этому пути. Плюс, еще раз я повторю, потому что я уже там, наверное, надоел всем, когда я это говорю, плюс европейские выборы, это важнейшее, важнейшее, важнейшее событие, потому что эмигрантская, эмигрантская вот толпа, которая идет, она, она пока никем не регулируется, экономическое положение понятно, инфляция понятно, все понятно, отношение к России тоже понятно, что в правых, крайне правых кругах, крайне правых кругах Путина относятся положительно, и вот вам Европа, вот вам, пожалуйста, да, вот вам этот вот винегрет европейский, который вам нам дал и первую, и вторую мировую войну, да, ну, тут вот.